Добрый день, друзья и недругие. Алла Борисовна Пугачёва в советские времена крайне редко давала интервью, но чаще, чем она делает это сейчас. Ну, может быть, это связано и с её статусом, и с тем, возможно, как она выглядит. Кстати, если есть такие почитатели её таланта или просто слушатели, которые видели только Аллу Борисовну Пугачёву в качестве жены Максима Галкина, иностранного агента, и имеют представление о её внешности, они никогда не узнают ту самую Пугачиху, Примадонну, которая зажигала в советское время, потому что это просто разное лицо. То есть там пластические хирурги работали так, как, ну, я не знаю, с чем это можно сравнить. Я не говорю, что это лучше или хуже, это просто совершенно другой человек внешний. Но, по сути, это та же самая Алла Борисовна, такая же, она всегда была хабалка, такая классическая совершенно советская буфетчица, поэтому так и была популярна. Кстати, по-прежнему у неё масса есть поклонников и среди элиты российской, и среди, ну, как принято говорить, народа. Вот послушайте вот это её интервью и, как говорится, сравните. Ульф Лундель, по кругу. Скоро. Ульф Лундель. Зачем тебе карьера на Западе? Зачем? Зачем? Не, ты не думаешь, ты думаешь, что ты думаешь что ты хочешь? В смысле. Аль, в смысле ты хотел вами, ребята? Кто ты для советских человек? Что ты символисируешь? Я женщина, которая поет. Да, вы готовите. Да. Они верят мне. Они верят мне. Они любят меня. И они любят меня. Они любят вас. Я красивая, и глупая, и всегда честно разговариваю с ними со сценой. Но почему именно ты? Потому что я Алла Пугачёва. Я считаю, что это новое мактомбитие в Кремль, это будет вспомнить о том, что ты представляешь? Ой, боже мой. Я считаю, что на эстраду может влиять мод, время. Мод и время могут поверить поп-культуру. У нашего правительства достаточно много более важных задач, чем заниматься эстрадой. Но регеринга имеет важные обязательства для того, чтобы работать в эстраде. Я думаю, что мы, как и раньше, сами разберемся о том, что происходит на эстраде. И я думаю, что это получится. Ну, они хорошие ребята, они очень хорошо двигаются. Древняя девушка, они очень хорошо двигаются. И потом у нас так больше поющих девушек, женщин, которые хорошо двигаются. Ага, это больше женщин, которые танцуют и прыгают в Совет. Ага. Ага. Наша публика, наверное, даже соскучилась где-то по таким хорошим, хорошо двигающимся, профессионально двигающимся, танцующим мальчикам. Девушки отдыхают. И тогда учитывать, что они интересны нам, потому что все-таки Херейс это олитетворение молодости, Швеции. И еще интересно, потому что Хрейс является частью «Свенская югдом». И это интересно для нас, чтобы им было интересно. Ваше, ты видел? Ветху? Гроди. 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 Как ты говорил о том, что ты говоришь? Акакстеатром. Как ты говоришь? Как ты говорил? Как ты говорил? Как вы говорите, как вы говорите? Ничего. Куда у тебя столька энергии? Как вы получаете энергию? Ты просто работал в 4-й фильме. Ты просто проводил сотни концертов в год. Я хорошо кушаю, у меня хорошая аппетит. Я очень хорошо кушаю, у меня хорошая аппетит. Во-вторых, это... Я так думал, что от неба... От неба? От бога? Нет, у каждого есть свой бог. У меня есть свой... И мне кажется, что силы... Они где-то рядом со мной. Только надо к ним обратиться. Сила моя, это мои друзья. Мактерна. Мактерна сова. Это моя жизнь, образ жизни. Музыка и природа. Музыка и природа. Меналла, ты был с нами много раз. Что бы ты хотела с тобой домой? А... Ты не пел дверей здесь? Что бы ты бы хотела с тобой домой сюда? А... А... Знаешь... Пусть всё здесь остается в Швеции. Лучше я буду чаще поезжать. Это лучше всего, если что-то осталось. Я лучше позвоню сюда и позвоню на нее. Спасибо! Скол! 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 Когда все готовы к шуме, о свободе и прият, я иду, когда она сошла на сколе Субтитры сделал DimaTorzok